Потому как против Порту он не играл. Поехали! Стартовый свисток. Главный арбитр Давид Фернандес Барбалан. Испанский рефери, прекрасно известный. Основная камера расположена на этом стадионе. Передача в штрафную. Опасный момент и гол! Андрей Ярмоленко открывает счет на четвертой минуте. Чудо-пас из средней линии. Это кто же там послал аккуратно в угол. Чудесная передача. Мягкая обработка. Ну и здесь уже под расстрел. Нет. Это 25-й номер. Дерлис Гонсалес. Парагвайский, нападающий киевского Динамо. Оказался в средней линии. Окрайний форвард киевлян Ярмоленко. Щелкнул этот момент. Блестящее исполнение. 1-0. Динамо Киев впереди. Ставить статистику. Соперник ничего уж подходящий. Басад заброс на Заховея. Он уже штрафной. Ставит корпус. Нет, не ставит корпус. Играет в легкую так. Касание. Не тратя времени на лишние штучки. Посмотрите. А вот здесь как он ловко отскочил. До уровня Хачириди. Контератака прошла. Гонсалес против Бен Хаима. Это Альберман. Его встречает. Бен Хаим на подстраховке. Идет дальше комбинация. И Дракович. Прошу прощения. Райкович тащит этот мяч. Может быть не самый сложный. Но как бы было сложно команде, если бы Райкович подкачал. Смотрим. Здесь веером атака раскрывалась. Мараяс мяч обрабатывает. И Райкович отбивает его на Гонсалес обратно. Кстати, добивал уже пустые ворота. Хаимберман верховодит этой позиционной атакой. Коса. Передача. И вот это был уже первый реальный голевой момент у Макаби. Очень толковая передача. Хороша она в первую очередь знаете чем? Тем, что откликнуться на нее могли сразу два нападающих. Но, конечно, должен был здесь забивать Бен Басад. Не успели его накрыть. На хорошей скорости он находился. Хотел относиться справа. Но, повторюсь, оказался за линией последнего защитника. Кстати, не едино, что он приходит в первую камеру. Гонсалес опять один в один обыгрывает Доса. Удар и гол! Блестяще все исполнили два легионера киевского «Динамо». Гонсалес и Мараес. В очередной раз. Мараес, надо сказать, не на блюдечке там уже ему была выкачана эта передача. Надо было развернуть еще соперника. И он с этим справился. Очень быстро все сделал. Понимая, что там уже страхуют. Понимая, что времени минимум. И из-под защитника бьет притирку со штангой. И даже высокорослый, длиннорукий Предрак Райкович до мяча не дотянулся. 2-0! Ну вот теперь, наверное, уже киевлянам можно облегченно вздохнуть. Все-таки висела угроза серьезная в первом тайме над их воротами. Поперли израильтяне, почувствовали. И лидер и бомбардир берется за исполнение стандарта. Но я так понимаю, и по взгляду, и по разбегу, что это будет удар. Внимание! Захови! Удар! И над перекладиной! Сумма помрачительной силы мяч пролетает. Ох, как здорово вложился! Повторюсь! Повторюсь! Большой игрок. В составе Маккарь. Ну и я думаю, после такого сезона он...